Так, друзья, привет! Это канал Squad и это третье видео, которое мы записываем про одежду Picture Organic. То есть первое видео, точнее два видео мы посвятили верхней одежде, ссылочки на них вы найдете в описании или где-то они тут на экранах появятся. А сейчас мы поговорим про многослойность в одежде и вообще для чего эта штука нужна. Все мы любим именно активный отдых и именно зимой. Ради, собственно, этого мы им говорим об этой зимней одежде. Я вот вспоминаю свое какое-то детство, оно прошло в городе Москве и это были такие там, не знаю, 80-е, 90-е годы. И именно когда я прям вспоминаю себя совсем маленьким, там лет 6-5, не знаю, 7-и, когда я выходил на улицу зимой, а зимы в те годы были прям, ну, реально лютые. Там месяцами стояли 30-градусные морозы в Москве, да, то есть где вы сейчас такое увидите. Это, кстати, вот вопрос об экологии, который поднимает Picture Organic. А потепление, ну, реально за последние 20 лет стало гораздо теплее. Ну, ладно, мы сейчас не об этом. Ну, в общем, я себя помню маленьким мальчиком и бабушка моя, которая говорила, одевайся тепло, потому что на улице мороз, и она укутывала меня в какие-то кофты, еще что-то, какие-то куртки, шарфы сверху завязывала. То есть это все, ну, как я для себя помню, я выглядел как капуста. Я очень не обижался за это, говорю, ну, что я пойду гулять с пацанами, как одетый, как капуста. Типа, мне тогда казалось, что я одет, по-моему, в максимальное количество вещей по сравнению с другими моими друзьями. Ну, в общем, ну, мне было, конечно, тепло, жутко неудобно, потому что все эти слои вот меня сковывали движение. Ну, было тепло, и, собственно, я о чем? О том, что моя бабушка, она подсознательно понимала, да, что вот эти количество слоев одежды, одетые на меня, реально помогают. То есть, в общем-то, вот эта многослойность, это совершенно не новая какая-то вещь, это все об этом знали, просто про это никто не говорил. Это было все само собой разумеющаяся тема. Естественно, никаких там технических тканей в СССР на тот момент не было вообще. Не, ну, были, конечно, там полиэстровые куртки, но там какие-то вопросы про мембраны вообще не стояли никогда. Главное, чтобы было тепло. Это вот, ну, такое вступление, да, про многослойность. То есть, сейчас кто-то там начинает говорить, вот это, теперь надо одеваться так. Ну, всегда так одевались, просто сейчас про это больше чуть-чуть говорим. Дальнейшие рассуждения достаточно носят такой субъективный характер, потому что все мы живем в разных регионах. Все люди по-разному реагируют на холод, да, кто-то мерзнет меньше, кто-то больше. Опять же, девушки, да, как правило, мерзнут больше мужчин, ну, хотя это, может быть, и не так. Мы катаемся совершенно в разных климатических условиях, в климатических зонах. Где-то больше влажность, где-то меньше влажность, да, то есть в Москве там при высокой влажности у нас очень часто зимой супервлажная какая-то погода. Температура там минус 5, а мы чувствуем, как будто, ну, минус 10, там, 15. Ну, в общем, все дальнейшие рассуждения, они субъективные, и это все относительно разных регионов можно рассматривать. Где-то там, ну, в Сибири, да, там люди катаются в минус 25, ну, может быть, там, 2 месяца в году у них может быть такая низкая температура. Но при этом все в основном бренды, производящие одежду, как правило, находятся в более-менее умеренном климате, и рассчитаны на то, что люди будут кататься именно в таких, в умеренном климате, да, там, ну, не знаю, ну, до минус 15, наверное. И поэтому в коллекциях верхней одежды вы, ну, не найдете много теплых, прям реально теплых вещей. Есть, конечно, специальные бренды, исключения, которые делают там одежду для альпинистов, или, например, наши отечественные бренды, которые одевают наши МЧС и так далее в зимний период, да, там огромные такие пуховики, толстые, теплые, но это специальная одежда для специальных людей, для специальных мест, да, то есть это все специально для этого сделано. А, например, там, если мы говорим относительно бренда Picture Organic, это Франция, это Альпы, это умеренный более-менее климат. Там, ну, люди не катаются в такой прям суровой минус 25, там минус 25, может быть, будет в какие-то дни, где-то там на самом верху Монблана. Ну, туда просто они не пойдут и все кататься, им это все не нужно. Поэтому, в основном, вся коллекция сделана для температур средних. Ну, там, если взять какие-то скандинавские страны, да, там, конечно, холоднее, но у скандинавов, во-первых, есть свои локальные бренды, которые наверняка учитывают климат северной зоны. У нас в России, как, ну, там есть бренды, да, которые что-то делают, но таких вот, скажем, специальных технических брендов для горнолыжников, сноубордистов, ну, можно сказать, нет. Поэтому, в общем-то, мы вынуждены кататься в том, что нам предлагают эти бренды. И вернусь к слову активный, мы занимаемся активным видом спорта, это значит что? Это значит то, что мы двигаемся, мы активно двигаемся, да, там, упираемся палками, лыжами, сноубордами, не знаю, прыгаем с каких-то кочек. Ну, в общем, мы активно двигаемся. Тепло, которое вырабатывает при движении наше тело, да, выходит наружу, и задача как раз одежды верхней – сохранить это тепло. И как раз вот там многослойность, про которую мы говорим, призвана, чтобы сохранять это тепло. То есть тепло запутывается в тех слоях, которые одеты на тебе, и сохраняется внутри как можно дольше. Соответственно, мы… Чем больше на нас какого-то утеплителя, тем больше тепло мы сохраняем. Чем слоев меньше, чем куртки тоньше, тем, соответственно, мы лучше вентилируемся, но при этом быстрее отдаем то тепло, которое наше тело производит. В общем, пользуясь какими-то утеплителями, слоями, мы можем достаточно очень хорошо сохранить тепло, и вплоть до перегрева системы, да, то есть когда нам просто станет невыносимо жарко. И вот как раз такие моменты, слои можно регулировать, да, то есть ты можешь какую-то курточку, кофточку подснять, да, снять, надеть более легкую, тонкую, или там снять теплую поддевку, сунуть ее в рюкзак. Меняется количество слоев, меняется толщина этих слоев, соответственно, теплообмен изменяется, и вам становится уже более комфортно. То есть вот задача как раз той многослойности, про которую мы говорим. Соответственно, и бренды выпускают тоже одежду с таким же умыслом, чтобы у вас был первый слой, второй, третий, четвертый, пятый. В общем, многослойность в одежде. Это сделано специально, чтобы вы могли это свое тепло регулировать, да. То есть, ну, условно говоря, повторюсь, мы все в основном, основная масса людей катается в умеренном климате, где там утром, может быть, достаточно холодно, ну, прохладненько относительно дневной погоды, когда вышло солнышко, нагрелось, вокруг все вам стало теплее, вы с утра одеваете что-нибудь более теплое, днем снимаете это что-то теплое, вечером опять надеваете, чтобы лучше сохранить тепло. И, соответственно, бренды пользуются вот этими слоями, чтобы нам было комфортно. Естественно, носить с собой все эти вещи должны мы сами, поэтому те материалы, которые предлагаются брендами, как правило, они эластичные, как правило, они очень мягкие, они, как сказать, хорошо сжимаются и хорошо восстанавливают свою структуру после того, как вы их вытащили из какой-то упаковки. Носать с собой. И, в общем-то, ткани все современные, как раз предназначены именно, ну, которые используются в слоях, предназначены именно для этого, чтобы вам было легко с ними передвигаться, там не надо какую-то тяжелую там шубу в рюкзак класть, а потом ее надевать обратно. Ну и, собственно, когда вы приходите в магазин, да, и, конечно, рекомендуется попробовать надеть на себя всякие разные слои в зависимости от того, в каком климате вы пытаетесь будете кататься, планируете кататься. Ну и там подвигаться, да, в них активно подвигаться, помахать ручками, подыргать ножками, и вы сразу же почувствуете, что тепло изнутри будет сохраняться, ну и заодно поймете, подошел ли вам размер. Наше тело, соответственно, тоже борется с тем перегревом, который мы можем ему устроить, да, каким образом выделяется пот. То есть мы, тело тепло, тело умное, оно хочет прохлады, зачем вам такая жара? Мы начинаем потеть. То есть если вы хорошо учились в школе и знаете физику, что когда с поверхности чего-либо испаряется влага, то поверхность остывает. Поэтому когда мы активно потеем, мы остываем, да, тело остывает. Такого допускать нельзя, потому что температура вокруг минусовая. Нам эту лишнюю влагу нужно отводить. Эти же ткани, которые используют бренды, да, мы сейчас говорим про пикчер, пускай будет пикчер, используют такие материалы, которые хорошо проводят влагу, помогают ей выходить, ну, по крайней мере, не препятствуют ее выходу к наружным условиям, к мембране. Мембрана – это как раз та основная часть одежды, которая, во-первых, сохраняет тепло, да, это, наверное, максимально такая плотная вещь, которая эту теплу не дает выйти, и в то же время выпаривает, выводит влагу наружу. Без мембраны, конечно, наверное, влагу эту отводить было бы легче, но так как вокруг снег, собственно, влага, нам нельзя допускать попадания этой влаги внутрь. Ну, если вы катаетесь весной, на солнышке, можно вообще не одевать верхнюю куртку, и тогда, собственно, у вас не будет проблем с вентиляцией. Но мы сейчас не об этом. Итак, мы понимаем, да, что многослойность позволяет сохранять тепло тела, и ткани, из которых сделаны эти слои, позволяют влаге выходить наружу. Собственно, это те два фактора, которые мы должны учитывать при выборе разных слоев. Теперь давайте перейдем к какому-то практическому варианту. Первого слоя, да, то, что мы говорим, термобелье, у меня тут с собой, в общем-то, нету. Может быть, какая-то вещица и может сойти. Но неважно. На самом деле термобелье, первый слой, это настолько обширная тема, что и, скорее всего, нужно посвящать отдельное видео. И, собственно, я думаю, в интернете вы найдете кучу таких обзоров на разные бренды. Суть у них одна. То есть первый слой, он на себя принимает первый удар, так скажем, реакции вашего тела на все с ним происходящее. Поэтому первый слой должен быть синтетический, чтобы не впитывать влагу. Если в нем находится хлопок, хлопок будет влагу в себя, в волокна впитывать. И эта влага останется в одежде. Соответственно, вы будете влажным, мокрым и, ну, в конце концов, замерзнете. Поэтому все слои должны быть синтетическими. Ну, естественно, первый слой желательно, ну, как правило, по крайней мере, у Пикчера всегда так. Он пропитан специальным антибактериальным составом, да, потому что тот пот, который выделяется, он со временем начинает очень сильно вредить вашей одежде. Поэтому такая вещь, как пропитка антибактериальная в слоях, она очень важна. Сама трикотажная ткань у одежды первого слоя может быть тоже разной толщины. Может быть, совсем тонкая, может быть, потолще. Какие-то, может быть, даже вещи первого слоя можно отнести и ко второму. Даже такие толстые бывают термовещи. Но в любом случае, эта синтетика, она должна быть более-менее эластичной. Не буду говорить про какие-то там современные технологии. Основная задача термобелья – это сразу же отвести влагу от вашего тела и сохранять тепло. Лучше, конечно, иметь там пару комплектов термобелья. Тонкая на какую-то более теплую погоду, потолще на какую-то более холодную. Ну и вообще его периодически надо стирать. И если вы поехали в горы с двумя комплектами, это вам намного облегчит жизнь. Ну, например, на примере вот этой кофты – это, можно сказать, первый слой, а можно назвать вторым. Не важно, какую вещь придумали, по-моему, Polartec. Это такое покрытие, точнее, не покрытие, а такое плетение, вязка ткани. Это трикотажная шмотка. Имеет такую сетчатую структуру. И сеточка немножко объемная. То есть в этих вот подушечках сохраняется тепло. То есть тепло в них застревает. И работает такая вещь лучше, чем просто какая-то там тонкая обычная полиэстеровая ткань. Ну, в общем, закончили мы про термобелье. Это отдельная тема. Дальше будем говорить про второй слой. Второй слой, скорее всего, можно разделить на две категории. Это трикотажные вещи, ну, типа там толстовки, кофточки. И на куртки, которые сделаны из полиэстера, опять же, тканной. Что их будет объединять? Объединять их будет, скорее всего, та же антибактериальная пропитка, про которую я говорил. И, как правило, например, куртки будут пропитаны сверху еще влаготалкивающим составом, ДВР, да, как мы называем, ДВР. У Пикчера это называется Тефлон Экоэлит ПФС-фри. ПФС – это перфтор углерода. И, в общем-то, уже все давным-давно знают, что это очень опасная для человека штука. Поэтому все стараются использовать именно такие ПФС-продукции. Вторых слоев может быть много, да, их может быть два, три, четыре в какие-то моменты. То есть вы все эти слои, опять же, регулируете. То есть вы можете, например, да, вот эту вещь, такую, как эта вещь, она достаточно тонкая, использовать в качестве первого слоя, так и второго. А можете ее одеть поверх первого. Это будет слой, к примеру, номер раз. А слой номер, точнее, это уже может быть один, два. А вот это такая вещь, как толстовка, да, она похожа на такую трикотажную толстовку. Это слой, к примеру, номер три. Пикчер использует такой материал, как Полартек. Полартек не буду рассказывать подробно. Я думаю, что мы прикрепим ссылочку на какие-то статейки про те ткани, которые используют Пикчер, в том числе и про этот Полартек. Полартек – это очень высокотехнологичная ткань, которая лучше сохраняет тепло и лучше отводит влагу. То есть две, уже два слоя более тонкая, чуть-чуть потолще. Немножко расскажу о том, например, какие ткани использует Пикчер. Ну, про одну технологию, которая называется Dry Now. Это переплетение двух видов нитей в ткани. Одни из них гидрофильные, другие гидрофобные. Благодаря чему какие-то нити помогают в влаге впитываться. То есть это, опять же, основано на разнице в давлении между внутри одежды и снаружи. Изнутри влага чуть-чуть под большим давлением впитывается в одежду, в такую, например, кофту. А другие нити, которые, наоборот, отталкивают воду, они выталкивают ее дальше наружу. Влагу, простите. Выталкивают дальше наружу к мембране. То есть вот такие два варианта. Могут быть совершенно разной толщины. С капюшоном, без капюшона – это как вам удобно. Я, например, считаю, что без капюшона всякие кофты, подкладки использовать лучше, потому что у вас у куртки есть капюшон, у вас есть шапка. И если у вас еще у какой-то подкладки есть капюшон, он будет где-то там все время мешаться. Ну, мне лично мешается. Кому-то, может, не мешается, потому что разные есть варианты. И с капюшоном, и без капюшонов. Если посмотреть, там, открыть каталог пикчера, там просто совершенно огромное количество разных вариантов. Это что касается кофточек. Теперь приступим к курточкам. То есть это тоже второй слой, который сделан из тканного полиэстера. То есть это не трикотаж, это текстиль. Зачастую такие вещи просто можно носить даже как верхнюю одежду, ну, когда там на улице нет сильного дождя, у них, как правило, есть какая-то пропитка, которая будет защищать от влаги, но это не то, что мембрана. Ну, поехали на примерах. То есть вот такая куртка. Называется она Escape Jacket. Это, ну, можно сказать, что это пуховик, потому что использован здесь тоже синтетический пух Дюпон Сарона. Причем она двухсторонняя, например, да, вот такая не просто курточка. Хотите, такой будет у вас дизайн. Хотите, будет такой дизайн. Такую куртку можно надевать, когда действительно реально очень холодно. При этом ее можно надевать не только под низ, а можно, в общем-то, в сочетании с какими-то такими тонкими трехслойками надевать и наверх. Да, то есть когда вам очень холодно, вдруг вы видите, что температура низкая, вы просто достаете из рюкзака, надеваете поверх вашей куртки обычной, ну, там, поднимаетесь, допустим, наверх, или, там, пережидаете какую-то непогоду, где-то, не знаю, в каком-то, в палатке, к примеру. Ну, в общем, когда вам нужно утеплиться, вы можете ее использовать не обязательно под низ, да, потому что под низ куртки вы, может быть, там, миллионы слоев не сможете просто воткнуть. То есть такие куртки предназначены не только, как внутренние подкладки, но и внешние. Следующий вариант, курточка уже полегче. Здесь сочетание двух технологий. Здесь тоже, вот, как вы видите, грудь, рукава вот снаружи, сверху, спина и капюшон утеплены как раз тем же самым синтетическим материалом Primaloft. Это не Dupont Sorona, как вот в этой куртке. Немножко другой материал, тоже ссылочку в него мы прикрепим. А под руками, на плечах, здесь используются трикотажные вставки из Polartec. То есть, получается, грудь, спина, руки сверху, голова у вас максимально утеплены, а те места, где обычно требуется вентиляция, здесь используются трикотажные ткани, которые, ну, просто лучше выводят, лучше вентилируются. Такая штука, в общем-то, называется Body Mapping, да, Picture так называют. Некоторые бренды, я знаю, даже делают специальные исследования всякими инфракрасными камерами, смотрят на людей и исследуют, какие места у них наиболее подвержены испарению, да, где вы больше потеете. И конструируют свою одежду по такому принципу, где нужно больше дышимости, будет такая ткань. Где нужно больше сохранить тепло тела, будет другая ткань. Собственно, вот у Picture это называется Body Mapping. Есть вот такая вот курточка. Ну, кстати, это вот с капюшоном, да, вот о чем я говорю, что тут... Она очень удобная, ее очень здорово просто так носить в городе, когда чуть-чуть прохладно, одеть капюшон. Это примерно такой же аналог, без капюшона. То же самое, трикотажные вставки под руками. Но здесь немножко другая система сохранения тепла. Если здесь вы видите, это прострочено насквозь нитками, что, в общем-то, пробивает ткань и ветер лучше проходит к телу, да, то есть нарушается теплоизоляция. В этом случае вот те карманы, да, которые призваны сохранить тепло, они не прошиты, а, как сказать, приплавлены, приклеены, ну, приплавлены фактически. Получается, что здесь сквозных дырок нету, ветер не продувается и лучше сохраняет тепло тело. То есть это вот еще... Ну, я думаю, вы наверняка видели и такие вещи, и такие. Это все не новости, но, в общем-то, например, такая куртка чуть больше будет сохранять тепло, чем эта. Ну, естественно, все куртки, штаны имеют дополнительную вентиляцию, потому что слоями вы регулируете это, конечно, все здорово, но если вам прям конкретно жарко, особенно если вы какой-нибудь скитурщик, идете куда-то вверх, то порой без вентиляции никуда, поэтому, естественно, вентиляция присутствует в любой одежде Picture Organic, да и в любой вообще одежде любого бренда. Ну, собственно, наверное, это все про то, что я хотел вам показать из Picture. От себя могу еще сказать, что, например, если вы придете в какие-нибудь магазины, где люди не продают техническую одежду, технологичную одежду, и вам наверняка вы увидите аналогичные вещи, да, которые выглядят точно так же, выглядят точно так же, но стоить они будут там, ну, не знаю, в 5, а то и в 10 раз ниже, дешевле, и продавцы, скорее всего, будут вам говорить, что вот это все маркетинг, это все стоит, потому что это маркетинг, а вот у нас никакого маркетинга, все честно. Ну, что тут можно сказать? Вы, конечно, можете попробовать сами испытать эти вещи, купив дешевые какие-то кофточки, курточки, поехать в них в горы, на себе испытать, так скажем, обломаться, испытывать какой-то дискомфорт. Тело ваше, что хотите с ними, то и делайте, но я бы все-таки на вашем месте прислушивался к тем советам, которые продавцы в магазинах вам дают, ну, и в том числе я, что лучше всего использовать действительно те ткани, которые испытаны годами, причем, в общем-то, в основном все те технологии, там, ПоларТек, Прималофт, их изначально изготавливали для каких-то военных целей, да, то есть это разработки военные, и потом они только перешли уже в гражданскую одежду, они были как раз специально сделаны для каких-то определенных целей, и люди достаточно умные ученые, их разрабатывали, поэтому, собственно, нет смысла им не доверять. Ну, в общем-то, я вам попытался донести то, что с каким-то моим опытом пришло ко мне, да, то есть вот с того детства и с той самой бабушки, и, да, и, в общем-то, начинала я кататься, когда у нас в России, ну, практически не было такого понятия, как какие-то технологичные одежды, мы катались, ну, кто в чем может, кто что может себе позволить, кто может себе что-то где-то достать, и, собственно, могу сказать то, что, естественно, для катания важно само катание, в первую очередь, но, чтобы ваше катание было комфортным и удобным, и вы получали от этого удовольствие, ведь мы же катаемся, чтобы получать удовольствие, не правда ли, лучше пользоваться как хорошим оборудованием, так и хорошей соответствующей одеждой. В общем-то, если ты шлифуешь перила, возможно, тебе это все и нафиг не надо, так же, как, собственно, и снег. Ну, а для всех остальных большой привет, хорошего сезона, всем здоровья и денег!